Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Пластик для крыши – основные виды используемых материалов Для покрытия крыши современные производители выпускают большое количество строительных материалов. Сегодня расскажем про новинку – пластиковые кровли. Это относительно новый материал на российском рынке, о котором следует узнать подробнее. Изучив информацию из статьи, можно получить сведения, из каких ингредиентов изготавливается пластик для крыши, а также узнать об его основных преимуществах и некоторых недостатках. Используемые материалы На строительном рынке России пластиковая кровля появилась недавно, но она стремительно набирает популярность благодаря своим положительным характеристикам. Но перед тем, как перечислять достоинства конструкции, нужно понять, из чего пластиковая кровля изготавливается. Материалы для пластиковой крыши Поливинилхлорид, сокращенно ПВХ, поликарбонат, акрил, стеклопластик. Эти материалы используются при следующих работах В заведении козырьков, навесов или парковочных мест Остекленении горизонтальных или вертикально расположенных площадок-перегородок Сооружений торговых центров, строительных павильонов или офисных зданий, сооружений сельскохозяйственных конструкций, парников, теплиц, зимних садов. У каждой разновидности имеются индивидуальные характеристики, а потому нужно рассмотреть каждый материал подробнее. Поливинилхлорид ПВХ разделяется на несколько разновидностей с точки зрения конструкции. В продаже можно найти волнистый и трапециевидный профиль. Выбор форм обуславливается повышением прочности. Пластиковая кровля для крыши из ПВХ будет полностью защищена от негативных воздействий дождя, ветра и снега. Для изготовления материала используют специальный метод под названием экструзия. Это означает, что ПВХ в расплавленном состоянии продавливают через специальные формовочные отверстия. Главные достоинства Важно отметить, что при изготовлении материала производители не используют пластификаторы, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Этот материал экологически чистый и совершенно безвреден. Плотность пластика составляет 1,4 грамма на сантиметр кубический. Из этого можно сделать вывод, что ПВХ обладает большей прочностью, а также имеет большую стойкость к ударам. К преимуществам относится большой выбор цветовых решений. Это предоставляет покупателям возможность не только построить сооружение, но и придать ему индивидуальный привлекательный внешний вид. Если при возведении конструкции выбрать поливинил хлорид, то можно быть уверенным, что материал прослужит в течение 15 лет или чуть больше. Но при правильной эксплуатации, разумеется, металлочерепица держится на крыше гораздо дольше. Но при этом ПВХ в течение указанного срока сохранит свой первоначальный вид. Об этом нельзя сказать про другие виды кровельных материалов. Также необходимо отметить, что ПВХ устойчив к воздействию различных кислот, бензина, щелочей и керосина. Если на поверхность попадает влага, то материал сохранит первоначальный вид и не разбухает. У пластика большая термостойкость, эксплуатация разрешается при плюсовой температуре до 80 градусов по Цельсию. Приобретая ПВХ для покрытия крыш, можно сэкономить много денег на монтажных работах. Пользователи отмечают, что материал эксплуатировать очень просто, поскольку он подается обработке. Его можно фрезеровать, резать или сверлить. Также без проблем его получится согнуть, если разогреть. Несмотря на существующий список преимуществ, у поливинилхлориды имеются и недостатки. Хоть пластиковые листы для крыши из ПВХ и выдерживают большие температуры при нагреве, но их цвет станет более темным, чем первоначальный. Также материал потеряет упругость. Поливинилхлорид невозможно защитить от механических повреждений, а потому он царапается и при неаккуратной эксплуатации теряет свой эстетический вид. Монтажными работами следует заниматься только в теплое время года, поскольку при попадании снега ПВХ становится очень скользким, а это может привести к травмам рабочих. Чтобы произвести монтаж, также потребуется дополнительно приобрести специальные подкладки, что будут помещаться вместо соединения с саморезами. Поливинилхлорид, выпускаемый в виде листа, запрещено укладывать на кровлю с уклоном менее 6%. Поликарбонат Поликарбонат представляет собой полиэфир, состоящий из двух атомных фенолов и угольной кислоты, относящаяся с синтетическим полимером. Различаются несколько разновидностей материала. Сотовый пластик для кровли – это панели, которые состоят из большого количества ячеек. Именно по этой причине материал имеет такое название. Он очень напоминает пчелиные соты. Производители изготавливают поликарбонат для кровли, через которую должен проникать свет внутрь помещения. Монолитный – этот материал обладает большими размерами, чем предыдущая разновидность, поскольку внутри отсутствуют облегчающие ячейки. Толщина монолитного поликарбоната – 12 мм. Материал очень прочный, об этом свидетельствуют различные испытания. Опытным путем было доказано, что монолитный поликарбонат выдерживает даже выстрел из пистолета. Выходного отверстия не было. Важно отметить, что такая разновидность покрытия совершенно не деформируется при эксплуатации. Поэтому кровлю применяют, если строение часто подвергается воздействию сильных ветров. Основные преимущества Поликарбонат без особых усилий можно согнуть в необходимую форму посредством термической обработки. Это очень важно, если покрытие должно использоваться на строении со сложной геометрией. Сотовый поликарбонат очень мало весит. Примерно в 12 раз легче стекла аналогичного размера. Это упрощает транспортировку и монтаж. Оба вида поликарбоната покрывают специальным защитным слоем, уменьшающим негативное воздействие ультрафиолетовых лучей. Но свет в помещении будет проходить без проблем, поскольку прозрачность материала 86%. Поликарбонат используется при температуре от минус 40 до плюс 120 градусов. Именно по этой причине он подходит для любых климатических зон. При попадании на материал открытого огня не воспламеняется, а также не начнет выделять вредных веществ. Из этого следует, что покрытие абсолютно безопасно для человека и животных. Малонлитное покрытие можно использовать на строениях, находящихся в суровых климатических условиях. Поликарбонат выдерживает сильные удары града, а также имеет большую прочность на разрыв. По этой причине дачники используют именно эту разновидность кровли для обустройства теплицы. Область применения Строительные или городские навесы, крытые стоянки и навесы, парковочные места, остановки общественного транспорта, домашние постройки. Акриловые материалы Акрил — это глянцевый и прозрачный материал, изготавливаемый на основе полиметилметакрилата. Его также, как и предыдущие варианты, часто используют в качестве покрытия для крыши. Для изготовления акрилового листа применяют метод экструзии. Покрытие, изготовленное из акрила, обладает большой ударопрочностью, но при этом оно достаточно упругое для того, чтобы мастер смог придать необходимую форму конструкции. Чтобы добиться таких показателей, производители добавляют эластомер при производстве. Основные преимущества Продолжительный срок службы до 30 лет Из всех описанных материалов акрил имеет самую высокую степень прозрачности. Этот показатель равен 92%. Масса материала крайне мала, примерно в три раза легче стекла. Но, несмотря на то, что материал значительно легче стекла, его ударопрочность гораздо выше, чем у этого материала. Продукт экологически чистый и совершенно безопасен для человеческого организма. Применение Возведение фасадов, строительство беседок, террас или навесов для автотранспорта. Изготовление козырьков Обычно такие материалы используются в тех конструкциях, где нужно сохранить очень хорошее естественное освещение. Стеклопластиковый шифер Из полимера изготавливают пластиковый шифер. Он состоит из полиэфирной смолы. Это армируется стекловолокном. Иными словами, полимерный шифер – это укрепленный армирующий слоем материал. Прочность материала значительно выше, чем у предыдущих материалов кровли. На солнце он сохраняет первоначальный вид, не желтеет и не выгорает. Технические характеристики. Толщина от 0,8 до 2 мм. Светопропускание – 92%. Может эксплуатироваться до 30 лет. Чтобы приобрести качественную продукцию, нужно выбирать очень хороших и проверенных производителей. Главные требования к кровлям из пластика. К кровле, изготавливающейся из прозрачного пластика, предъявляются очень жесткие требования. Основные из них – хорошая защита от воздействия ультрафиолета, обеспечение качественной вентиляции, а также быстрого удаления дыма в том случае, если начинается пожар. Качественная тепло, шумо и гидроизоляция. Максимальная прочность конструкции. Возможность уборки снега в зимний период. Поливинилхлорид, акрил, поликарбонат и шифер соответствуют всем этим критериям, а потому приобретают большую популярность по всему миру. Преимущества прозрачной кровли Как понятно из текста, приобрести прозрачную кровлю в данный момент не представляет труда. Различные фирмы предоставляют покупателю широкий ассортимент своей продукции, но не всем известно, из-за чего именно ценятся такие сооружения и почему их в последнее время приобретают чаще традиционные кровли. Основные преимущества прозрачных материалов Естественный свет положительно сказывается на нервной системе человека. Это основное и важное преимущество перед искусственным освещением. Прозрачная кровля визуально увеличивает пространство внутри помещения. Нельзя не упомянуть о стильном внешнем виде. Кровля никогда не заржавеет, на ней не будет образовываться плесень. Заключение Когда речь заходит о строительстве крыши, не нужно делать поспешные выводы и приобретать первый попавшийся материал для кровли. Желательно ознакомиться со всеми нюансами предоставленных материалов, а сделать выбор в пользу того, который наиболее подходит к конкретной ситуации. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.